21 апреля у нас еще томаты прикрыты бутылками высаживали мы их на постоянное место 1 апреля хочу обратить ваше внимание на такой момент что между бутылками растет какая-то трава это муж у меня посеял на слиничную редьку сидират видно ему на пол грядки хватило сидиратов а на половину нет как я сейчас поступлю у меня есть наличие гречиха другой сидират горчица я их раскитаю по почве вокруг бутылок вообще сидираты я никогда не живи они приносят большую пользу во-первых разрыхляет почву улучшает ее плодородие кормит почвенную микрофлору заделаем их в почву с помощью вот такой вот рыхлелочки лучшие схожести обязательно прольем почву с подросшими сидиратами поступлю так под бутылкой у нас основная культура томат убираю ее и смотрите у нас сидираты недалеко от основной культуры я их выдерну для того чтобы они не забирали влагу у томата для того чтобы не забирали элементы питания выбрасывать данные сидираты не буду а прикрою землю вокруг растения в виде мульчи сидираты которые находятся подальше от основной культуры с ними я сейчас ничего делать не буду как только они еще немного подрастут на росте от зеленую массу я их поломаю или подрежу и прикрою землю именно сидиратами бутылки мы убрали со всех растений вот такое у них прекрасное состояние ни одно из них не погибло так что могу сделать вывод что конкретно в наших условиях я могу высаживать рассаду в ранние сроки в теплицу но обязательно учитывайте чтобы не промерзала почва сильно не охлаждалась при изменении температуры температура воздуха опускалась даже до минус двух градусов но за счет бутылок за счет того что у нас приподнятые грядки заполнены органическими отходами температура земли не охлаждалась сильно затем под каждое растение положу вермигрунт в нем находится 25 процентов чуть-чуть как будто мульчируем почву проливаю теплой водой затем томаты подкормлю м жидкостью мы ее собирали в течение зимы за счет ферментации кухонных отходов в м-контейнере составе м жидкости есть эффективные полезные микроорганизмы и элементы питания для растений два колпачка разведу в 10 литрах воды под каждое растение вылью 1 литр рабочего раствора у меня есть наличие ферментированные кухонные отходы в бедре как можно с ними поступить делаем борозды с краю грядок глубина может быть разная также между растениями так как почва сухая проливая кладу откуда здесь у нас и апельсиновые курки и банановые различные очистки дополнительно их слегка просыпаем микробиологическим удобрением ов м для прикрываем их землей что произойдет по мере роста растений наращиваются корни и они пойдут туда где есть для них питание то мы клали пищевые отходы слегка это все присыпаем в дальнейшем всю землю мы прикроем мучей так как почва сухая я ее дополнительно еще потому что бактерии работает там где тепло и там где влажно любите растения ухаживайте за ними восстанавливайте плодородие почвы и тогда они вас всегда порадуют хорошим урожаем